Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. Я посередине ночи решила снимать для вас мукванг. Время 13 минут второго. И сегодня... Какой сегодня число? Сейчас надо посмотреть. 29 августа. Но это видео, наверное, я буду публиковать в следующем месяце, потому что в этом месяце очень много роллов было. Поэтому боюсь, что вы меня закидаете камнями. Хотя здесь необычные роллы, которые я обычно заказываю. Это суши. Я взяла трех видов. И, кстати, они стоят очень дорого почему-то. Но размер меня удивил. Достаточно они крупные. Я взяла трех различных видов. Это спайси маки и биунаки и снэйк нигири. Так написано. Я не знаю, правильно ли я произношу или нет. А, нет. Это нигири. Все три нигири разного вида. А я взяла лапшу с креветкой. Я почему-то думала, что будет жареная креветка где-то сверху. Но нет. Вот так вот выглядит. Мне кажется, почему-то, что она острая какая-то. Давайте попробуем. Хотя палочками не очень удобно брать лапшу. В прошлый раз я у них заказывала. Было очень соленым. Но безумно вкусно. В этот раз то же самое. Давайте пробовать, кто кушает вместе со мной. А то вам приятного аппетита. Посмотрите на этот размер. Размер, конечно, меня удивило. Здесь креветка. Как же вкусно. Хотела что-то другое. В этой доставке много раз заказывала. Всегда оставалась довольна. Мама спит. Поэтому мы с вами сильно громко разговаривать не можем. Ложусь я спать. Уже вот реально в последнее время постоянно в 12 ложусь спать. И вдруг попадается мне мупанг. И она настолько, настолько аппетитно кушает, что... У меня разыгрался аппетит. Я решила заказать тоже. Вкусно, действительно. На фотографии они немножко по-другому казались. Казались намного меньше. Обычно бывает наоборот. Кажется, больше приходят совсем олипусенькие. А тут наоборот. Какие у нас новости? У нас в Азербайджане, я так понимаю, все недовольны тем, что у нас подорожал интернет. Причем он не просто подорожал определенного провайдера. Огромные. Он не просто подорожал у определенного провайдера, а просто у всех. минимальная скорость интернета а точнее стандартным всех 100 мегабит в секунду и теперь у всех интернет стоит 25 монат и многие этим недовольны потому что раньше все платили 18 я их тоже могу понять с одной стороны но с другой стороны у вас будет шикарный интернет ну понятное дело что не всем это надо до что греха таить когда я только начала снимать мукбанки у меня был такой интернет я не знала что есть хороший интернет я загружала просто одно видео представляете я загружала 4 часа это сколько времени уходила я короче поехала в саратов к брату и там сняла видео про фикс прайс хотела его выложить я думаю пока она будет грузиться я сделаю обложку я напишу теги столько планов запланировала в общем я нажила на загрузку я была просто в шоке от их интернета насколько быстро загрузилась видео буквально пять минут готова я кручу спрашиваю брата говорю что это за интернет до вас улетает но мигать самые обычные кстати напишите пожалуйста в комментариях сколько вы платите за интернет и в какой именно стране вы живете вот тогда я сначала подумала что только у меня у брата какой-то высокоскоростной интернет как оказалось у всех наших родственников нормальный интернет и когда они приезжают к нам они просто в шоке от скорости приехав обратно я поняла что что-то надо менять и начала интересоваться вообще что у меня за тариф и оказывается мой тариф называется пенсионер и стоил он всего 9 монат скорость наверное была 2 мегабита в секунду нужно столько долго и видео загружал еще плюс эти видео не были формате 4к то есть это не супер качество и я сразу перешла на хороший интернет помните я раньше вам говорила что я не могу загружать видео в деревне потому что там ужасный интернет в деревне то же самое всем меняют интернет меняют модемы получается они просто с 10 мегабит в секунду переходят на 100 все просто летает но люди очень недовольны там в тик токе видео выкладывают начинают ломать эти модемы там оскорблять компании все дела а все почему потому что у людей должна быть возможность выбирать в моем случае я платила у себя дома вот в этой квартире дороже я платила в 2 раз дороже чем все но сейчас я тоже буду платить 25 монат и у меня будет 100 мегабит в секунду представляете то есть я буду платить меньше а скорость у меня будет выше то есть сделали стандартно всем одинаковую скорость вот этот соус терияки он божественно вот сейчас я вспоминаю те моменты когда я только начала свой канал сколько ошибок я допускала вот элементарно вопрос с интернетом неужели нельзя было решить раньше я загружала по 2 видео в день я вообще не экономила свое время от слова совсем я сидела и ждала пока видео загрузится то же самое касательно ноутбука то есть у меня был дебильный ноутбук который глючил и я считаете целый день целый день целый день просто с ним возилась смотрите какой огромный вот реально он во рту не помещается ммм 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 да я согласна но это смотрится не очень опрятно но наверное в моем случае точно возможно кто то и без макияжа выглядит шикарно и спокойно может снимать мукбанки даже нет необходимости в этом во всем марафете но тогда тоже я выглядела без макияжа ну так себе и вот в этом состоянии я садилась снимать мукбанки даже знаете неприятно было на меня смотреть, потому что я была какая-то неопрятная. Слишком много личного рассказывал. То есть я просто оборачиваюсь назад. Я понимаю, мне в комментариях писали, но я опять же каждого второго человека просто называла «А, это моя лучшая подруга, познакомьтесь, это моя подруга, хотя я человека знаю, например, два дня я уже знакомлю с аудиторией». Это на самом деле немножко неправильно, это глупо с моей стороны, потому что я еще человека не знаю правильно. Я его узнаю, возможно, он мне не очень понравится, возможно, у нас будут разные интересы и так далее, все что угодно может быть. Потом люди мне будут писать «Вот, куда делась твоя подруга» и все дела. то есть много, реально очень много ошибок. Просто оборачиваюсь назад и думаю, блин, если бы я начала бы жизнь заново, то я бы совсем по-другому бы все сделала. не то, что я прям сижу целыми днями, жалею и так далее. Мы когда учились в школе, мой папа постоянно говорил, что все остальные предметы можете не учить, а английский вам нужен обязательно. И мы с братом сидели и спорили с папой. Папа был готов оплатить и репетиторов, и все что угодно на свете. Лишь бы мы учили английский, а мы не учили. Я испугалась твиксик, я думала, его не о том, а резко кто-то залез мне. на коленку. Я бы, например, начала YouTube намного быстрее, намного раньше, когда училась даже в школе, потому что тогда тоже были блогеры, я смотрела на них, и мне всегда казалось, что мне не получится. Вот так что я бы начала намного раньше. Я бы сразу удаляла бы из жизни людей, которые с тобой общаются из-за какой-то своей выгоды. Прямо сразу. В подростковом периоде, когда мне было 13-14, у меня были немножко проблемы с мамой, я как-то грубо ей отвечала. Сейчас прошло время, я понимаю, что она была права. Вообще, в большинстве случаев, хоть нам кажется, в школьные времена, что родители это наши враги, вот они просто отстали от жизни и все дела, я могу в моем случае сказать, что нет. Реально, родители, то, что говорили, ко всему я со временем пришла. Меня родители вообще очень поддерживали. Я когда захотела заниматься ногтями, мой папа первым делом посадил меня в машину, мы поехали на обдовую и все купили. То же самое и с ютубом. Как же солено, девочки. Это настолько солено, я прям не могу. У этой доставки все очень вкусно, но единственное, лапшу они постоянно пересаливают. Я не знаю, что я люблю. Короче, много моментов. Но, как говорится, жизнь – это школа, которую мы проходим, делаем какие-то выводы, учимся жить. На ночь просто нажралась. А вам огромное спасибо, что разделили со мной мою трапезу. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Не забывайте подписываться. Заметила, что в последнее время не так много людей подписываются на мой канал. А для меня это реально очень важно. Я постараюсь этот месяц публиковать видео намного чаще, чем обычно. Так что не забывайте подписываться и мотивировать меня. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Пока!